Всем привет, меня зовут Денис и вы смотрите канал Bot Games Video. Сегодня я расскажу вам о правилах игры Агрикола, что в переводе с латыни обозначает земледелец. Если вы городской житель, но в глубине души хотите пасти козочек, выращивать коровок и пропалывать грядочки, то Агрикола игра определенно для вас. Вы почувствуете себя настоящим фермером. Ну а если вы и так являетесь фермером, то Агрикола поможет вам прокачать все ваши фермерские навыки, как минимум до пятого уровня. Перед дальнейшим просмотром правил, ну и конечно же перед вашей первой партией, я рекомендую вам хорошенько изучить весь состав игры, какие фишки, как выглядят и что как называется. Для начала возьмите личный планшет игрока и выберите цвет своих компонентов. Возьмите все компоненты данного цвета, это будет 5 родичей, 15 изгородей и 4 хлева. И сразу же 2 родича отправляются у нас в избу. Ставим их вот в эти комнаты, а все остальные компоненты образуют ваш запас. Затем сформируем стопки жетонов, комнат и полей. Комнаты у нас бывают трех видов. Комнаты в доме-мазанке, вот такие вот. Комнаты в каменном доме и комнаты в избе. Но на обратной стороне вот этих жетонов, комнаты избы, у нас есть поля, поэтому мы вот эту вот стопочку разделим примерно напополам и у нас получится вот три такие стопки. Все, мы жетоны с вами сформировали. Таким образом соберите игровой планшет действий. Три его части с раундами и с ячейками действий всегда остаются одними и теми же. А вот заключительная часть, то есть расширение с подсчетом очков, с дополнительными действиями, вы прикрепляете в зависимости от количества игроков. Здесь у нас есть для двух игроков, для четырех игроков, ну и соответственно для одного и для трех. Нас играет двое в нашей обучающей партии в правилах, да, и мы прикрепляем сюда вот это расширение. Затем определитесь, будете ли вы использовать карты в игре. В правилах я буду показывать именно вариант игры с картами, но если вы решили их не использовать, вы используете вот такой планшет и рядом с вот этим вот игровым планшетом куда-нибудь его аккуратненько кладете. Далее, вы также можете еще использовать дополнительные планшеты с действиями. Вот тут такие красивые картинки, они функционально, они односторонние. Сразу же определитесь, будете их использовать или нет, но в видеоправилах я их использовать не буду. Затем возьмите карты особых улучшений. Они красного цвета и вот так вот выглядит рубашка. И каждую из них разложите на свою ячейку на планшете для карт улучшений. Должны они совпадать по рисунку, но обратите внимание, у нас есть два одинаковых котелка, да, название, и два домашних очага. Все остальные карты у нас абсолютно уникальные. Эти карты различаются по своей цене и раскладывать их нужно все равно правильно. Вот здесь у нас темный горшочек и здесь темный, значит сюда кладем. Здесь у нас светлый горшочек, здесь светлый, значит сюда кладем. И дальше домашний очаг у нас здесь более розовый, ну а здесь более такой коричневый. Ну или можете по цене сориентироваться, чтобы она возрастала. Два, три, четыре, пять. Ну а дальше все выкладывается соответственно рисунком на картах и на ячейках на планшете. Далее возьмите карты простых улучшений. Вот так вот они выглядят, оранжевого цвета, и перемешайте их и раздайте каждому игроку по семь штук. Затем возьмите карты профессий, они вот такого желтого цвета, и сформируйте из них колоду. Смотрите, если вы играете один или вдвоем, то вам понадобятся карты со значком 1+. Ну предварительно я уже сформировал такую колоду. Но вообще, когда вы рассортируете карты, вы увидите, что они еще есть с вот такими значками. Соответственно, если вы играете втроем, то вы используете карты 1+, и 3+, да? 4+, убираете. Ну а если вы играете вчетвером, то вы просто используете все карты, в том числе и карты со значком 4+. Мы берем отсюда 7 карт и раздаем каждому игроку. Таким образом, у каждого игрока на начало игры будет 7 желтых карт и 7 оранжевых карт. Идем далее и формируем колоду карт действий. На каждой такой карте на рубашке есть обозначение этапа, к которому она принадлежит. У нас есть 6 этапов и, соответственно, располагаются они от меньшего к большему. Наверху у нас будет первый этап, дальше второй, третий и четвертый, пятый, шестой. Случайным образом определите первого игрока и дайте ему вот такой вот жетон. Он будет ходить первым. А еще первый игрок получает 2 жетона еды. Все остальные игроки получают по 3 жетона еды. Положите всех животных, стройматериалы, пассивные материалы, а также жетоны еды рядом с полем, сформировав общий запас. Вообще, положите все так, чтобы вам было удобно играть. Агрикола – это игра европейской школы. Побеждает не тот, чья ферма в конце игры принесет наибольшее количество очков. Очки подсчитываются в конце игры, и вы будете их получать за своих родичей, за урожай, который собрали, за пастбище, за животных, которых вы вырастили на этих пастбищах. Также вы сможете и потерять победные очки, но об этом мы поговорим в конце видео правил. А теперь посмотрим на структуру раунда. Каждая партия в Агриколу длится ровно 14 раундов. Каждая из 14 раундов разбит на 4 фазы, которые вы видите сейчас у себя на экране. Ну а теперь давайте подробнее рассмотрим каждую фазу. Подготовительная фаза начинается с того, что первый игрок берет верхнюю карту действий и выкладывает ее в соответствующую ячейку. Сейчас первый раунд, и в первый раунд мы и выкладываем. Но вы заметили, что на следующей карте тоже цифра 1. Не путайте, пожалуйста, раунды и этапы. У нас первые 4 раунда в игре длится этап номер 1. Затем этап номер 2 наступает на пятом раунде и длится 3 раунда. Пятый, шестой, седьмой раунд – это все этап номер 2. Ну и, соответственно, карты так и будут выкладываться. Вот карта первого этапа. Закончился первый этап, 4 раунда прошло. Дальше идет второй этап. Он длится пятый, шестой и седьмой раунд. Как видите, дальше идет третий этап, и все у нас совпадает. Это раунд номер 8, этап 3. И не беспокойтесь об этом сильно. Просто если вы правильно сформировали колоду карт действий, то все у вас пойдет как надо. Ну и имейте в виду, что в игре Агрикола первый игрок не меняется от раунда к раунду. Чтобы стать первым игроком, нужно совершить действие лобное место. Итак, первый игрок выкладывает карту действий в соответствующую ячейку. И если на ячейке с раундом лежат какие-то ресурсы – еда, тростник, глина – то все игроки, кому принадлежат эти ресурсы, забирают их. А появляются эти ресурсы здесь благодаря свойствам различных карт. Далее у нас открывается, собственно, новое действие в дополнение к тем действиям, которые уже есть на планшете. И после того, как все, что я сказал, вы выполнили, вы добавляете ресурсы на те ячейки, где есть коричневая стрелочка. Лес. Сюда нужно добавить три леса. Даже если здесь уже был лес до этого, его никто не использовал, все равно сюда всегда выкладываются три леса. Сюда в глиняный карьер одна глина, ну и в заросли тростника тростник, и рыбалка у нас тут, рыбка появляется. Но у нас рыбка в виде уже еды. Как я уже говорил, цель игры – набрать как можно больше победных очков. Так вот, в фазе работы вы будете выполнять действия, которые помогут вам добиться этих целей. В фазе работы игроки по очереди размещают своих родичей на ячейке действий. На каждой ячейке может быть только родич одного игрока. Как это выглядит? Игрок размещает родича, выполняет действия тут же, и ход сразу переходит к другому игроку. Он делает то же самое и так далее. И это все продолжается до тех пор, пока все родичи игроков не будут выставлены на ячейке желаемых действий. И сразу же фаза работы на этом закончится. Если у какого-то игрока закончились родичи, то игра идет дальше, действия делают остальные игроки, просто пропуская этого игрока. И запомните, что когда вы поставили родича на ячейку действий, вы не можете отказаться от выполнения действий. Даже если там два действия, вы хотя бы одно должны обязательно выполнить. Давайте же посмотрим, какие действия могут совершать игроки. Я расскажу, конечно же, о всех базовых действиях, которые изображены на планшете, и о некоторых действиях на картах. Напомню, что карты как раз разнообразят игру тем, что каждый раунд вы открываете какое-то новое действие. И к концу игры у вас будет уже просто невероятное количество действий, которые вы можете выполнять наряду с базовыми. Ну, а какое действие в каком этапе выйдет, можно посмотреть на вот этом вот планшете подработки, который используется в игре без карт. Ну, а на обратной стороне есть как раз перечень действий, которые будут выходить на картах в каждом из этапов. Единственное, что карты перемешаны, и вы не знаете, в каком порядке они будут выходить. Итак, первое действие – застройка фермы. Выставляем нашего родича на ячейку, застройка фермы, и смотрим, что мы можем сделать. За пять дерева и два тростника мы можем пристроить к уже имеющимся комнатам избы еще одну комнату избы. За пять глины и два тростника мы можем пристроить комнату мазанки, и за пять камней и два тростника мы можем пристроить комнату каменного дома. И также одновременно с этим мы можем строить еще и хлева То есть мы выбрали, например, комнату избы, отдаем в банк 5 дерева, 2 тростника И сейчас подробнее посмотрим, как это все делается Итак, вы можете строить одновременно и комнаты, и хлева То есть сколько у вас есть ресурсов, столько комнат и хлевов вы можете построить Можете сделать это или, то есть либо то, либо то строить А можете одновременно и то, и другое с одним лишь ограничением Комнаты вы можете хоть и все сразу расположить на поле А вот хлева надо один за другим располагать А теперь давайте посмотрим это все на планшете Итак, мы заплатили нужное количество ресурсов и купили, например, 2 комнаты избы Итак, как же они располагаются на нашем планшете? По принципу пристройки, потому что действие называется пристройка комнат То есть мы должны располагать их так, чтобы хотя бы одна грань соприкасалась с уже пристроенной ранее комнатой Где-то вот здесь вот начать свои комнаты пристраивать нельзя И есть еще один очень важный момент Если вы живете в избе, все ваши комнаты это изба, комната избы То вы пристраиваете только комнаты избы Но во втором этапе вам может попасться, ну не может, а точно попадется карта, которая называется перепланировка жилища За определенные ресурсы вы сможете переделать свое жилище, например, в мазанку И все ваши уже комнаты, ага, эти нам не подходят уже, превращаются в комнаты мазанки И уже дальше вы можете пристраивать к этим комнатам только комнаты мазанки Если у вас каменный дом, то, соответственно, пристраивать вы дальше можете только комнаты каменного дома Все они должны поменяться Как пристраивается у нас хлева Комнаты вы размещаете у нас, значит, одновременно Хоть все сразу, да, сколько вы купили, сколько у вас ресурсов было А вот хлева размещается один за одним Хлева строится на тех участках, где у нас нету каких-либо жетонов То есть у вас может быть изгородь Это не запрещается, да Но вот должны построить хлева там, где нет каких-либо жетонов И они не должны соприкасаться с хлевами, которые были ранее построены Где хотите, там и размещайте Ну и не забывайте, конечно, что на каждом участке, на каждом лугу может стоять только один хлев Но зачем же мы все-таки строим комнаты и хлева? Или хлевы? Про хлева мы поговорим чуть позже, когда коснемся вопросов животноводства А вот комнаты нам нужны для того, чтобы в них располагались, жили наши родичи Это называется лобное место Дело в том, что в Агриколе первый игрок не меняется от раунда к раунду Давайте поставим нашего родича сюда И чтобы стать первым игроком, вам нужно сыграть вот это вот действие лобное место Вы получаете фишку первого игрока Или можете сыграть одну карту обычного улучшения То есть этот значок обозначает, да, что вы не берете карту, а играете ее Следующим действием мы рассмотрим действие пашня Мы просто берем один жетон вспаханного поля и размещаем его там, где мы хотим Если он первый на нашем планшете Затем следующие жетоны размещаются по такому же принципу, как и комнаты Чтобы хотя бы одна грань соприкасалась с уже выложенными ранее жетонами вспаханных полей За одно действие мы можем вспахать один участок нашего планшета Затем мы можем совершить действие семена зерновых Чтобы получить себе в запас одну фишку зерна Затем у нас появится возможность на третьем этапе уже получать семена овощей На первом этапе у нас обязательно появится действие обработка зерна Мы сможем совершить засев Мы берем наше зерно из нашего запаса обязательно И кладем его на то поле, которое считаем нужным Вообще за одно действие Засев можно засеять какое угодно количество полей А также можно оставить какие-то из них пустыми, чтобы потом что-то засеять другое Итак, засеивая зерновыми наши поля Мы сразу кладем еще две фишки на это поле Чтобы потом в сборе урожая Мы поговорим об этом чуть далее Мы смогли собирать уже урожай Если вы засеиваете овощи Вот у нас семена овощей То вы кладете всего лишь одну фишку овощей Подытожим Когда вы вспахиваете поле, вы можете за одно действие вспахать только один участок Когда вы засеиваете поля, вы можете засеять сколько угодно полей И сколько угодно оставить их пустыми Ну а на действии семена вы получаете столько семян Сколько написано на самой ячейке действия Будь это карта или игровой планшет Давайте поговорим сразу же про сбор урожая Потому что мы начали тему уже выращивания овощей и зерновых Итак, это не действие Это событие, которое происходит в конце 4, 7, 9, 11, 13 и 14 раунда Видите, здесь есть такие значки, которые напоминают вам о том Что в конце раунда будет сбор урожая Собственно, это некий итог тех действий, которые вы делали Вспахивали поля, зарабатывали семена, да, овощей и зерновых Засеивали их и теперь будете собирать урожай, плоды своих трудов Сбор урожая делится на три шага Первое – это шаг полевых работ Когда вы со своих вспаханных полей, где у вас есть овощи или зерно Собираете по одной фишке того, собственно, что у вас выросло Далее наступает шаг кормления семейства Да, каждый ваш родич должен обязательно покушать И на каждого родича приходится две еды Это может быть еда как в чистом виде, так и приготовленная Об этом немного позже Это правило не касается вашего вновь родившегося родича Потому что он требует только одной еды Если же у вас не хватает еды, чтобы прокормить родичей Вы берете себе вот такие жетоны попрошайничества Они очень неприятные, потому что они заставляют вас терять победные очки Следующий шаг – это шаг разведения скота Но пока мы не добрались до животноводства Просто пока запомним, что фаза урожая делится на три шага Сначала собрали урожай, потом покормили наших родичей, а потом разводим скот Кстати, о еде мы тоже поговорим, потому что вот то, что мы собрали – это еще не вся еда Как вы помните, у нас есть жетоны еды, которые можно получать с помощью этих самых овощей и пшеницы Об этом далее Давайте поговорим о тех действиях, которые вот просто так могут дать нам жетоны еды Это действие рыбалка, когда мы собираем все жетоны, которые накопились в этой ячейке И это действие падюнчик, которое дает нам фиксировано два жетона еды Ну а для производства еды на более серьезном уровне нам понадобятся карты особых улучшений Чтобы их сыграть, нужно выполнить действие особые улучшения Это отдельное действие Также есть у нас розыгрыш карты особые улучшения в виде дополнительного действия на ячейке перепланировка жилища Вы можете перестроить жилище, а затем сыграть карту особого улучшения Чтобы сыграть карту, вам нужно заплатить вот эту цену, которая находится в правом верхнем углу И выложить ее перед собой, эту карту, и теперь вы можете действовать так, как на ней написано Ну что же, как я уже сказал, все эти карты нужны для производства еды Помните, когда вы собирали урожай, вы должны были для того, чтобы прокормить своих родичей Дать каждому из них по две еды То есть, например, те фишки, которые вы собрали во время сбора урожая Но ведь не напасешься этих фишек А вот эти карты позволяют нам в любой момент, например, котелок позволяет обменять То есть, приготовить из одной фишки овоща целых две еды Также можно использовать и животных То есть, что-то готовить, какие-то мясные рагу и так далее Ну и с помощью пшеницы можно испечь хлеб То есть, вы должны сделать действие выпечка хлеба Все это находится на ячейке действия обработка зерна Значит, что мы имеем еще на этих картах? Мы можем с помощью колодца поместить еду на каждую из пяти следующих ячеек раундов Напомню, чтобы в фазе подготовительной первый игрок, когда он кладет новую карту действий на свободную ячейку Он может забрать еду, которая будет положена с помощью этой карты себе в запас Ну и также мы можем получать еду не только с помощью овощей, зерновых культур и животных Но и даже с помощью ресурсов Тростника, дерева и глины Да, посмотрите, мы здесь можем в фазе сбора урожая вот такие вот получить запасы еды Также на картах особых улучшений вы найдете значки победных очков Вы получаете их в конце игры и только за сыгранные карты Они бывают фиксированные и те, которые вы получаете за определенные условия За выполнение этих условий Ну, например, в подведении итогов в конце игры за три дерева вы получите одну монету За пять дерева две и за семь три Кстати, на этой карте у нас комбинированное сочетание И фиксированное значение, и плюс значение, которое вы получаете за выполнение условий Ну и раз уж я заговорил о строительных ресурсах Давайте я расскажу о тех ячейках действия, которые позволяют нам эти ресурсы добывать Вообще, все ячейки у нас делятся на два типа Это регулярные ячейки, да Когда вы будете получать одно и то же действие постоянно Из раунда в раунд ничего здесь не поменяется Вот семена зерновых, будете получать одну пшеничку А есть ячейки накопления Это когда в фазе подготовительной, да, помните, когда открывается новая карта действий Новый раунд начинается То, где коричневые стрелочки у нас, туда помещается, собственно, столько ресурсов, сколько написано на ячейке Так вот, эти самые накопительные ячейки позволяют нам забрать каждый раз отсюда все ресурсы И поэтому каждый раз здесь будет разное количество ресурсов Ну, кто-то, например, два раунда не собрал здесь ресурсы И целых шесть деревяшек мы сможем с помощью вот этой ячейки забрать То же самое с глиняным карьером То же самое с зарослями тростника Забираем все ресурсы отсюда Ну, и то же самое с действием западная каменоломня Как мы уже узнали, эти ресурсы нужны для постройки ваших жилищ Для того, чтобы менять их на еду Но также мы сможем строить из них изгороди Огораживать наши участки полей нашего планшета, да, для того, чтобы размещать там животных Ну, и теперь самое время поговорить о животноводстве Чтобы получить животных себе на ферму Нам также нужно воспользоваться все теми же ячейками действий На первом этапе, это с первого по четвертый раунд Нам будет доступна ячейка действий ярмарка овец Затем на третьем этапе нам будет доступна ячейка действий ярмарка свиней Ну, а затем на четвертом этапе нам уже будет доступна ячейка ярмарка коров. Обратите внимание, что все ячейки действий с ярмарками накопительные, поэтому каждый ход сюда кладется одно животное, а забирайте вы из ячейки всех животных, которые здесь накопились. Итак, мы не можем просто так поставить нашего родича и забрать себе в запас животного, например, овцу, мы должны правильно его, это животное, разместить. Во-первых, животных мы можем разместить на пастбище. То есть перед тем, как совершить действие для получения животного, вы должны уже такое пастбище построить. А вот чтобы его построить, вы должны совершить действие возведения изгородей. Ставим нашего родича на эту ячейку действий, и за одну древесину мы получаем одну изгородь. И вот сколько у нас древесины есть в запасе, столько изгородей мы можем и получить, и тут же возвести. Но помните, что у вас на игру всего 15 таких изгородей. Возводятся такие изгороди по тому же принципу, как и комнаты, и наши вспаханные поля. То есть первое пастбище вы делаете где хотите, а потом следующее пастбище должны обязательно соприкасаться, то есть вообразимым, да, вот как будто квадраты мы такие прямоугольники делаем, должны касаться с уже построенными пастбищами. То есть, ну вот, например, можно вот так вот построить, ну и так далее. На каждом пастбище может содержаться только один вид животного. Ну, допустим, возьмем овечек. И за каждую, за каждый участок вот этого, да, луга вы можете содержать на пастбище два, две штучки животных. То есть, немного сейчас может быть непонятно, но помните, если две клетки, то умножайте на два, четыре животных. Одна клетка умножайте на два, вот так вот, допустим, да, то у вас, соответственно, два животных здесь помещается. Вы не можете строить пастбище просто вот так, не достроив. Обязательно нужно строить так, чтобы они были замкнуты, да, в такой системе. Итак, что же дальше? Где же мы еще можем размещать наших животных? Мы можем размещать их в хлеву. Помните, мы говорили про постройку хлева. Итак, мы строим хлев перед тем, как взять животных, да, с помощью действия. И здесь вот на таком лугу с хлевом мы можем разместить только одно животное. Только одно. И, соответственно, одно животное мы можем разместить в комнате. Вот такую коровку мы можем приютить, и она будет считаться нашим домашним животным. Ну и, соответственно, в нашем жилище, а все комнаты, вот эти четыре, это и есть наше одно большое жилище. Это не разные жилища, а комнаты. В одном жилище может содержаться только одно домашнее животное. Далее. Хлев мы можем построить и уже на пастбище. Помните, да, условия постройки хлева – это отсутствие каких-то жетонов, каких-либо жетонов, которых здесь, кстати, и нету сейчас. Поэтому мы можем спокойно построить здесь хлев, и он удвоит количество животных, которые мы можем содержать в этом пастбище. И самое время напомнить вам о событии сбора урожая. Первый шаг у нас там был – это, собственно, сбор урожая, когда мы собирали наши зерновые овощи. Затем у нас было кормление семейства. И вот третий шаг – это разведение скота. Это еще один способ получения животных. Если у вас есть пара животных одного вида, то с этой пары вы можете получить новорожденного животного. Причем с одного вида животного, в данном случае овечки, вы можете получить только одного новорожденного. Не важно, что здесь у вас четыре их, только вот с одной пары получите. И при условии, что у вас есть, где его разместить. Ну, допустим, у нас здесь есть вот такое пастбище. И не обязательно, чтобы мама была с ним на одном пастбище. Вот мама здесь может родить, и сюда мы можем разместить. Но так как у нас здесь есть хлев, еще один хлев, то спокойно здесь у нас животное рождается. Очень хорошо, что мы заговорили про семьи, потому что не зря же мы пристраивали комнаты к нашей хижине. Ведь чем больше комнат, тем больше родичей поместится в наш дом, и тем больше действий в раунде мы сможем совершить. Итак, чтобы пополнить наше семейство, мы должны совершить действие, например, разумное желание завести ребенка. Для этого нам уже нужно иметь пристроенную комнату. Мы ставим на эту ячейку своего родича, и тут же появляется у нас в комнате с тем родичем, который у нас остался в хижине, ну, видимо, это мама. Тут же появляется новый отпрыск, да. И в конце этой фазы он как раз отправится уже в свою комнату, когда наступит фаза возвращения родичей по домам. Есть у нас также ячейка «Острое желание завести ребенка». Для этого действия не нужно пристроить. Но когда, то есть, также родич появляется, отпрыск здесь, в этой комнате с мамой, но когда только-только вы эту комнату пристроите, он тут же отправится в эту комнату. Затем, после того, как все родичи были выставлены на ячейки действий, наступает фаза возвращения по домам. Просто возвращаем всех наших родичей по тем комнаткам, которые мы для них достраивали. Четвертая фаза – это фаза сбора урожая, некое событие, я про нее уже рассказал, она наступает, эта фаза не всегда, только в некоторых раундах. Ну, а теперь самое время поговорить о картах, которые у нас находятся на руках. Это те самые 14 карт, 7 карт простых улучшений и 7 карт профессий, которые мы получили в начале игры. Больше мы карт за игру не получим, и мы должны распоряжаться только ими, поэтому будьте предельно внимательны. Структура карты простого улучшения. Все очень просто. Название карты и изображение. Ткацкий станок, вот он здесь изображен, да? Стоимость розыгрыша карты и условия розыгрыша, которые есть не на всех картах. Но в данном случае мы должны две профессии уже до этого сыграть, чтобы ввести эту карту в игру. Победные очки. Есть карты с фиксированным значением победных очков и есть карты с вот таким вот еще маленьким значком. Это значит, что нужно почитать условия, да? В данном случае во время подведения итогов получите одно призовое очко за каждые три овцы. Причем на карте Ткацкий станок указано комбинированное значение победных очков и фиксированное, и то, которое вы получаете за выполнение определенных условий. Есть также у нас обозначение колоды. Колода А и колода Б. Но особо не заостряйте на этом внимание. Это связано, скорее всего, с дополнениями и с типами колод, которые в дальнейшем, наверное, будут развиваться у Розенберга. Итак, есть у нас карты, которые переходят после того, как вы их сыграли. Вот такая стрелочка. Они переходят к игроку слева. Ну и, собственно, давайте коротко о свойствах карт. Они просто меняют правила игры. Вот смотрите. Эта карта считается полем, на котором можно выращивать только овощи. Молот Рудокопа. Сыграв эту карту, немедленно получите одну еду. И всякий раз, когда вы перестраиваете жилище, можете также построить хлев, не тратя древесины. То есть все на картах написано. Чтобы сыграть карту простых улучшений, вы должны выполнить действия. То есть поставить на ячейку действий своего родича. Несколько ячеек действий дают нам возможность сыграть такие карты. Карты профессии выглядят уже попроще. Ну, мы видим здесь название профессии, мелкий земледельец, изображение, собственно, человека с этой профессией. И видим значок вам знакомый. В партиях для скольки человек используется эта карта. Опять же, обозначение колоды. Ну и, собственно, эффект карты. Опять же, он немножко дополняет правила. Ну, иногда, кстати, и не очень немножко. Пока вы живете в жилище ровно с двумя комнатами, в начале каждого раунда получайте одну древесину. Все очень просто. Если у вас сыграна карта профессии, а сыграть карту профессии можно, опять же, совершив действие обучения. И, кстати, первая карта профессии играется бесплатно. Ну, а сейчас самое время поговорить о финальном подсчете победных очков. Подсчет победных очков начинается в конце 14-го раунда после сбора урожая. Игроки устремляют свой взгляд на область игрового планшета, на которой указаны условия получения победных очков. Но начнем мы с вами с жетонов спаханных полей. Если у нас не будет ни одного такого жетона, или будет хотя бы один жетон, мы потеряем одно победное очко. Ну, а дальше, в зависимости от их количества, мы получим определенное количество победных очков. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре спаханных поля. За них мы получим три победных очка. Следующий параметр – это количество пастбищ. У нас всего два пастбища, и за два пастбища мы получаем два победных очка. Затем мы считаем общее количество овощей и зерновых, то есть, которые у нас есть на полях, и которые у нас... Далее считаются очки за животных на вашей ферме. Дело в том, что мы должны посчитать, какие у нас есть животные и сколько их. И за каждый отдельный вид мы будем считать очки победные отдельно. Смотрите, у нас есть шесть овечек и две коровки. Считаем овечек. Шесть – это три победных очка, две коровки – это два победных очка, а свиней у нас совершенно нету ноль, поэтому минус одно победное очко. Далее мы получаем штрафные победные очки за каждый пустой, незанятый участок нашей фермы. За вот такие вот пустующие луга. Итак, давайте разберемся сначала, что значит занятый участок. Ну, во-первых, там, где есть жетоны комнат, жетоны вспаханных полей. Там, где есть изгородь, то есть, обнесенный вот такой изгородью участок, несмотря на то, что там, допустим, нет животного, все равно считается занятым. И там, где есть хлев, это тоже занятый участок. Незанятыми. А, кстати, там, где эффект карты говорит вам, что участок занят. Незанятые штрафные, так скажем, участки фермы – это те, где ничего нет, либо где есть животные, да, либо где есть ресурс. Вот это вот, сейчас три вида, да, просто пустой, с животным и с ресурсом. Это незанятые участки фермы. Дело в том, что вот такая ситуация может получиться, исходя из какого-то эффекта карты. Далее мы получаем одно победное очко за каждый огороженный хлев. У нас их два, поэтому мы получаем два победных очка. Далее, за каждую комнату мазанки, да, когда вы перестраивали свой дом, у нас сейчас нет мазанок, мы получили бы одно победное очко. За каждую комнату каменного дома мы получили бы два победных очка. За каждого родича мы получаем три победных очка, в данном случае у нас шесть, да, победных очков. Ну и максимум мы получаем всего пятнадцать, можем получить победных очков, потому что родичей всего пять в игре. Ну и, конечно же, победные очки мы получаем за наши сыгранные карты. Про то, как получать победные очки с помощью карт, я уже рассказывал ранее. Это могут быть фиксированные победные очки, победные очки, которые вы получаете за определенные условия, и те, которые, получается, комбинированы, да, и фиксированы, и за какие-то условия. Получаются победные очки только за сыгранные карты, и это могут быть карты либо простых улучшений, либо особых улучшений. Не буду скрывать, что Агрикола – это достаточно сложная настольная игра, и поэтому или до просмотра видеоправил, или после обязательно прочтите правила игры, да, перед первой партией обязательно, приложение к правилам. Здесь рассказано о тех нюансах, которые в видеоправилах очень сложно включить, чтобы не получилось перегруза. Ну, а с вами был Денис и канал Bot Games Video. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok